Узнать, как расплачиваются покупатели, исправляются ли продавцы. С такой целью сегодня утром наша съемочная группа отправилась в один из магазинов, расположенных в центре Риги. Торговля в магазине Риме шла полным ходом, а возле касс образовались даже небольшие очереди. И пока покупатели еще совсем не проснулись, продавцы работали довольно активно. Лично я готовилась целый месяц. Сегодня утром, правда, было волнение. Первые пять минут были тяжелыми. Часть покупателей прислушалась к советам, поэтому расплачивалась сегодня банковскими картами. Но таких было немного, где-то каждый десятый. Остальные пришли с наличными. Мне было несложно, я бухгалтер. Честно говоря, я считаю абсурдным то, что люди решили, о, у меня есть евро, и я буду расплачиваться ими. У меня еще есть латы, и я рассчитываю с латами. Я расплачивался в евро, потому что все латы уже потратил. Здесь у меня новая валюта, а здесь старая. Я сегодня расплачивалась латами. Напомню, расплачиваться латами можно будет еще в течение двух неделей, до 15 января. Анастасия Дьяконова, Юды Тачунко, Латвийское телевидение.